Просто в трусиках, не со стояком. Давай назвать это более интеллигентно, мастурбация. Отношения не нужно скрывать. Ты считаешь Катю Клэп сексуальной? Ты поддерживаешь однополые браки? Я скажу да. Мой мир перевернулся. Ну, типа, мужики, вы охуели. Разница в росте. Игроманов дрочит. Весело, пока это в интернете не появляется. У тебя появлялось? Почему вам можно сосать, а вы не можете, типа, сделать девушке приятное? Привет, друзья. Я Саша Спилберг, и это Мой Лавкас. Подкаст об отношениях, любви, сексе и личном. Дружеское, комфортное пространство, в котором мы можем вместе посплетничать, обменяться опытом. И сегодня у меня в гостях Рома Каграманов. Блогер, вайнер, солнце. Человек, который поднимал наше настроение своими видеороликами сотни раз. Боже, ты где-нибудь видела черное солнце? Оно здесь. Да, я что-то уже подготавливаю, ага. Ты что, тупая? Ты что, не видишь? Привет, я рад тебя видеть. Ты шикарно выглядишь. Ты, я уже говорил, Кайли Миноук. Вот такая русская. Спасибо, это взаимно. Я тоже Кайли Миноук? Нет, ты самый яркий гость за всю историю выпусков в такой ярко-зеленой футболке. А я сегодня первый раз в черном, видишь? Мне очень нравится. Да, так что сегодня необычный выпуск. Я рада, что мы с тобой лично познакомились сегодня. Наконец-то. Наконец-то. Слава богу, я тоже очень рад. Ну, давай поговорим. Да, дорогой, мы тут выяснили, что Рома открыл недавно OnlyFans. Да, Саш, я зарегистрировался на OnlyFans. Что ты туда выставляешь? На самом деле, я там зарегистрировался, а посмотреть на писки-сиськи просто. Посмотреть, но не выставлять. Конечно. Но у меня был план вести там юмористический контент. Я хотел на OnlyFans выкладывать вайны, ролики всякие прям прикольные, вот, чтобы люди такие типа, а, как Романов, но OnlyFans, по-любому дикпики заходят, а у меня там вайны. Правда, классно? Ну, как-то немножко разочарования получается, нет? Почему? Ожидаешь увидеть одно, а получается юмор. Ну, извините, это жизнь. Это жизнь. Ну, хотя, знаешь, вот здесь, мне кажется, очень актуальна фраза. Каждый монетизирует свой талант. Вот у тебя талант юмористический. Да. Тебе не обязательно выкладывать дикпики. Конечно, тем более с такими диками очень хреновые пики бы получили. Вот, поэтому... Поэтому... Но я ничего не выкладываю. Я так зарегистрировался и отложил это в долгий ящик. Ага, поняла тебя. Но это хороший способ монетизации. Да. Да. Биски-сиськи, я всё равно смотрю. Хорошо. Мы к этому вернёмся чуть позже. Рома, я хотела сначала поговорить о твоей маме. Давай. Я знаю, что у вас очень близкие отношения. Я хотела спросить тебя, чем ты больше всего в ней восхищаешься? Характером, наверное. Она прям для меня прям такой супергерой. Супермен в юбке. Есть супервумен? Да, есть. Вот, это моя мама. Характером её я горжусь, восхищаюсь. И жизнелюбием, несмотря там на всё говно, которое происходит, мне нравится, что человек как бы типа... Мне похрен. Я буду дальше жить, развиваться, как-то что-то делать, как-то работать. Поэтому я вот восхищаюсь вот этим в этой женщине. Вообще, я многим восхищаюсь. Она очень сильная, да, фигура в твоей женщине? Да. Она очень сильная прям энергетически, ты знаешь, и физически. Как-то вот она морально может как-то тебя так зарядить, что ты такой типа... Да и нет вроде бы проблем никаких в жизни, которые невозможно решить. При рождении у тебя обнаружили дисплазию, и врачи сказали твоей маме, чтобы она тебя оставила, не мучилась, успешила полноценную жизнь. В контексте мыслей о собственных детях ты задумался, как бы ты поступил? Ты бы оставил ребёнка или забрал? Точно так же. Абсолютно. Это мой ребёнок будущий. Мне не важно, какой он родится. Вообще, дай бог здоровья всем детям, которые рождаются. Да, родители. Вообще, для меня родители, которые живут с уникальными детьми, это супергерои. Это нужно иметь, я не знаю, какой остальной характер. Это просто супергерои. И я бы поступил точно так же, потому что это мой ребёнок, это моя кровь. Я презираю, и я желаю всего самого плохого людям, которые оставляют своих детей, уникальных детей. Ну, ты поняла, в каких местах, да? Всё. Я бы воспитывал, лечил своего ребёнка с уникальными способностями. И я понимаю, что есть настолько уникальные дети, которые дают тебе вечную гонку за здоровьем. Сколько бы ты не лечил этого ребёнка, да, это вечный процесс. И даже на вечный процесс я готов. Но это мой ребёнок. Ребята, это мой ребёнок. И я буду его воспитывать и любить точно так же, как и если бы у меня был здоровый ребёнок. То есть мы все уникальные. Поэтому да, я бы сделал так, как моя мама. Я и не ожидала другого ответа, если честно. Да, это всё. Дорогой, ты заявляешь, что тебе не нужны отношения. Это верно? Да, это правда. А как ты справляешься без секса? Как все мужики, дрочу. Ну, бывает, конечно. Я только как-то вообще, я не ожидала. Хорошо. Как часто я это делаю? А ты знаешь, да, мы можем об этом поговорить. Спокойно вообще. Слушай, ну а как же эмоциональная связь человека с человеком? Мне кажется, это сложно заменить. Ну, смотри, я... Как бы у меня есть сексуальная жизнь. Но бывает так, что я просто не выхожу из дома из-за того, что... Я думаю, ты меня поймёшь. Мы с тобой работаем в супертяжёлой сфере, в которой нужно полностью выкладывать свой мозг. Бывают дни, когда ты просто не хочешь выходить из дома вообще. И иногда это затягивается на неделю. И вот я неделю не выхожу из дома, и мне звонят, меня приглашают куда-то там сходить на ужин, на кофе, да, там кофе попить. Нет, я не могу вытащить свою задницу из дома, и типа там, если я возбуждаюсь, я прикладываю к этому руку. И все свои усилия. То есть, ну, вот так. Так, а такой вопрос. Только руку или секс-шопот? У меня были секс-игрушки. Ага. Да. Ой, рассказывай, рассказывай. У меня была одна такая секс-игрушка, от которой я думал, что у меня просто лопнет голова. Короче, такая штука супердорогая. Она вот такая вот электрическая, и там такая дырка, и ты туда как бы вставляешь свою пису. Ага. Эта дырка создаёт вакуум. Я слышала. И она вибрирует одновременно. Как будто бы тебе делают минчик. Так. Вот я как бы пису вставил и сразу вытащил, потому что я не ожидал таких предварительных ласок. Ага. Как-то стало некомфортно, и я такой, воу, вот, и я её выкинул. То есть это сильная сенсация. Очень сильная сенсация. Я думал, что мне там разорвут матку. Вот, и я как бы её выкинул. А, ну, а так классические тубусы с вагиной, это, мне кажется, есть у каждого человека, даже у девочек. Нет, у меня такой нет. Ты поняла, про каких девочек я имею в виду? Вот, ну, типа, такой опыт в моей жизни тоже был, присутствовал, мне кажется, это прикольно. А ты слышал, что вот такие аппараты, они бывают также соединены по блютузу или вай-фаю, типа, даже на расстоянии, может быть, все две таких игрушки у пары. Да, и я знаю даже, что на определенных сайтах, а-ля всяких рунеток, можно кидать, короче, типа, бабки и вот эти игрушки, которые вставлены у лейдис в пису или в... Вот хочется какое-то, знаешь, другое название, там, не знаю, нет, ну, хорошо, я не в пису, а в жезл. Нет, подожди, мужской жезл тогда. Ну, это как будто нам с тобой по сорок. Мужской жезл. Писа, ну, хорошо. Писа? Тогда пенис, ну, господи. Как? Пенис? Пенис. Пенис и в вагина. Окей, пенис и в вагина, супер. Ну, хорошо, окей. Вот, и у лейдис в вагине, боже, как грубо звучит, в писы вставлено вот это вот что-то, и в big fat ass тоже вставлено что-то. И ты можешь кидать бабки, и когда ты кидаешь бабки, у нее там это все вибрирует, и она, короче, там охает и ахает. А куда бабки кидать? Ну, вот ты в рунетки заходишь, ты же каждый день это делаешь, и кидаешь, короче, на свой счет деньги, и у тебя, короче, там образуются твои интернет-деньги, ты там, короче, типа, за каждую услугу там снять трусики, а ты нажимаешь на эту функцию, там она стоит, короче, каждая функция стоит определенных бабок. И ты когда-то это пробовал? Смотреть на голых телок? Вот, да, что тебе дать деньги? Конечно. Блин. Камон, мы пацаны, и вот эти вот харассминские пацаны, которые говорят, ах, ах, как Романов дрочит, и он смотрел о рунеток, все это делают. Слушай, мне кажется, да, это прекрасно, когда человек готов об этом поговорить смело, и я как раз страдаю от того, что у нас формат, ну, такой очень сексуальный, да, у нас, у меня и у моего альтер-эго. Вот, и далеко не все готовы так открываться об этом, это реально круто, это раскрепощенность, это познание себя, и прям здорово, наоборот, что ты так открыто об этом говоришь. Ну, конечно, почему мы, ну, типа, у меня такое в голове сидит, почему мы это делаем, но не говорим об этом, и, типа, мы об этом стесняемся говорить? Да. Ну, как бы делать это мы не стесняемся, типа, все норм, поэтому я абсолютно спокойно могу об этом разговаривать, это жизнь, это твоя природа, кто-то занимается сексом 24 на 7, а кто-то дрочит, типа, да, все дрочат, это норм. Слушай, ну, то есть это прям совсем для меня, на экс-славу, следующий уровень, я не знала, что такое существует, не просто порно, который можно... Да нет, дрочка, это хорошо, ладно, давай назвать это более интеллигентно, мастурбация. Мастурбация. Мастурбация, все, да, сексуальное просвещение, образование, что можно не просто смотреть, а как-то вот участвовать в процессе, кидать денежку, какие еще такие есть фишки? Да, модели на этом зарабатывают. Мой мир перевернулся. Конечно, они там зарабатывают бешеные бабки, ты что? Потому что, ну, всяких, как тебе сказать, очень много у нас закомплексованных парней, грубо говоря, да, которые, возможно, стесняются как-то подкатить к девушке и начать отношения, и стесняются там своих размеров, возможно, да. И вот для таких парней есть сексуальные модели, которые регистрируются на таких сайтах, не будем говорить каких, я уже пару раз, блядь, прорекомировал этот сайт, вы это запикаете. Вот, я сказал, рунетки, рунетки, два раза. А, я думала, блин, слушай, я дебил. Это название. Может, где-то на Рутюбе, да, все понятно, или просто в Рунете. Да, и типа они туда заходят и как бы и вот мастурбируют на девушек, и они как бы чувствуют себя мужиками, потому что они платят деньги и заставляют девушку снимать определенную вещь. Они платят деньги за то, чтобы она там определенно стонала, трогала себя в определенных местах, поэтому вот они так раскрепощаются, я думаю. Боже, я из сайта дрочки сделал какой-то просто психологический сайт для закомплексованных мужиков. Такое нечто эпичное. Слушай, а если говорить о размерах, как мужчине удовлетворять женщину и вот работать над какими-то своими навыками, если с этим есть проблемы? Я как-то раз в раздевалке, в спортзале увидел вот такую пису. Да, мы были в раздевалке, и я выхожу из душа, и стоит чувак, и у него вот такая писа, клянусь, вот такая, много-много волос, и вот такая писа. Но такого не бывает. Просто головка торчит. Все. Окей. Ну типа он обрезан, и торчит головка. И он разговаривает с женой по телефону и говорит, ты детей забрала из садика. Я смотрю туда и не понимаю, откуда там дети появились. А как, она терлась? Или что? О, ну а как? Не, ну бывает совместимость, но просто это тоже редко, знаешь? Саша, вот такой. Ну может она тоже какая-нибудь очень узенькая и маленькая, и идеально. Я не понимаю. Поэтому я не знаю, как он, ну видимо можно, он вот с таким пипендроном сделал себе детей. Ну наверное, как-то не знаю, поцелуями, там не знаю, ласками какими-то определенными. И она выжидала момент, когда он брызнет и садилась, да? Ну елки. Он, Господи, Боже, я тебя обожаю. Взаимно. Ну короче, я не знаю, как размером своего пениса удовлетворить, типа если он маленький. Ты знаешь, для меня было шоком, когда я увидела весь скандал с Настей Ивлеевой много лет назад, когда она там рассказывала про ЛДЖ, что вот там любит он, не любит туда опускаться. Как ты относишься к поцелуям в этой зоне у женщин? Слушай, абсолютно нормально, ну я этого ни разу не делаю, потому что тупо я не знаю, как это делать. И у меня не огромный опыт сексуальной жизни, то есть я в детственности лишился вот буквально два часа назад. А если серьезно? Два часа назад. Не, ну серьезно. Да вот буквально недавно я лишился девственности, типа из разряда года три-два назад, может быть. Что-то пример. Я не запоминаю такие знаковые даты. Вот. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Ну почему девушка может делать парню минет, а типа и это нормально? Ну типа почему у нас, как это называется? Ну типа мужики, вы охуели? Можно, да, материться? Да. Почему вам можно сосать, а вы не можете, типа, сделать девушке приятное? А потом типа такие, фу, а потом ты этими губами ее целуешь, типа ну ты там лизал ей, типа ну да, она сосала твой член, и ты потом целуешь ее губы. Ну да, я согласна. Это из разряда того, что там, знаешь, как бы кот насрал в лоток, закопал лапками песочек с этими какашками, а потом он этими лапами трогает девушке лицо, как бы видели, да, эту картинку? Он только что посрал в лоток, закопал, а потом лапками трогает ее губы, она ему там нацеловывает его. Это то же самое. Это нормально, это секс в порыве страсти, вы себя не контролируете, и вы хотите пробовать все сразу. Я сейчас как сексопатолог разговариваю, как будто я с медицинским, да, образованием. Я к этому отношусь нормально. Это любовь, это секс. Не лизать налево-направо непонятно кому, да, как бы, а если это твой любимый человек, why not? Ну это просто может, да, неприятными последствиями закончиться. Лизание писки? Нет, если это делать одноразово подряд. А, конечно. А так нет. Конечно. Приятными последствиями должно закончиться. Ну да. В нашей студии сексологи Саша Спилберг и Роман Каграманов. Это правда. Дорогой, какое твое место мечты для занятия любовью? Колесо обозрения. Блядь! Там же высоко очень. Ты боишься высоты? Слушай, нет, ну как-то я не знаю. Ну это классно. Так, подожди, хорошо, хорошо. Там же еще тебя все видят. Да. Окей, расскажи. У меня не было такого. Ну, мне кажется, ну, типа, конечно. И я, мне кажется, хотел бы это так, типа, вы поднимаетесь на самый верх. Но вы только сели и начали уже сосаться. У вас началась прелюдия. И пока вы едете на самый верх, и он, прикинь, так как-то невзначай застревает наверху. И развлекаетесь там прям по полной программе. Да, вот в кабиночке колеса обозрения. Вот мне нужно как-то выполнить эту функцию. Хорошо. Хорошо. А еще какое-нибудь место? Ой, слушай, я даже не задумывалась об этом. Да? У меня никогда не было мечты заняться сексом под водой. Мне кажется, это, ну, типа, я очень ненадолго задерживаю дыхание. Мне кажется, мы очень часто будем выныривать и дышать. Прям под водой, под водой. Не просто, типа, в бассейне. Конечно, но, типа... Подожди, такое вообще, так можно? Я в порнухе видел. Да? Да. Какие у тебя интересные запросы, Рома. Прикинь, да, там девочка делала приятно парню в бассейне под водой. То есть она занырнула и пошла трубы прочищать. Прикольно. Да, и я тебе скажу, она минуты две это делала. А, это же видео, там же могли быть склейки всякие, да? Слушай, ну, наверное, ну, не знаю, наверное, это какой-то навык, который можно прокачать до такой степени. Я, блин... Слушай, я столько нового для себя сегодня узнала. Прикинь. Нифига себе. Да, домой придёшь, загугли обязательно всё. Я не уверена, да, что буду. Знаешь, я пока как-то справляюсь. У меня бывают, да, периоды, когда хочется что-то посмотреть, но пока вот нет желания. Не тянется рука. Папа, пока нет. А ты мне ответила, где бы ты хотела заняться? А я даже, я не задумывалась. Ты знаешь, вот как-то там мелькают картинки, знаешь, острове необитаемом, ещё что-нибудь. Потом просто на столе кухонном. Классно. Это же прям романтично. А в душе? Ты знаешь, а мне как... Блин, ну не знаю, в душе, под водой, это как-то... Нет, не банально, просто неудобно, мне кажется. Знаешь, если это какие-то предметы мебели интерьера, это вот как такой элемент... Это моё пространство, моя территория, всё. Давай ещё одно придумаем, вот ещё одно твое место. Место? Мечты? О, в Диснейленде, наверное. Рома, что ли? Я люблю парки аттракционов. Хорошо. И как бы, ну типа, я не возбуждаюсь в общественных местах. Я не возбуждаюсь от парков аттракционов. Да, ну типа, я не сажусь на американские горки и не делаю вот так вот. Но мне кажется, это романтично. В замке Микки Мауса. Да, и там такой Микки Маус и снуды рядом. Я не задумывался об этом, я сейчас просто тупо импровизирую. Там же детей много. На глазах у детей? Я пошутил? Или нет? Я не определился ещё? Да, не определился, пошутил или нет. Ты рассказывал, что Катя Клэб вдохновила тебя на создание соцсетей, на работу в соцсетях. Ты считаешь Катю Клэб сексуальной? Да. Во-первых, она настолько уникальная и похожа на всех. Вот я первый раз вижу такую внешность, которая похожа на всех. Я всегда вспоминаю её ролики, там, где она Майли Сайрус пародировала, где её все сравнивали с Кэти Перри, то есть, и она похожа реально на всех. Я считаю, что Катя Клэб очень сексуальный человек. И она прям притягивает, и я её прям обожаю очень сильно. Мне в неё очень нравится, насколько она мудрая женщина. И при этом она сейчас стала чаще выкладывать откровенные фотографии, ты прям слушаешь, ну уж вау, секси, огонь, клёво. Мне это нравится. Мне кажется, она много лет не была к этому готова, а сейчас прям каждый пост от Кати ещё в таких необычных образах часто. Она классная, я её прям обожаю по сей день. Деньги – это сексуально. И вы наверняка заметили, что мы в Лавкасте очень внимательно подходим к менеджменту собственных финансов. Новая карта Тинькофф – Black в лимитированном космическом дизайне и с повышенным кэшбэком не просто красивая, но ещё и экономит и зарабатывает для вас. С этой прекрасной картой вы можете получать до 20% с покупки билетов в кино, на концерты и в театре через приложение Тинькофф. У вас будет больше поводов ходить на романтические свидания со своей половинкой. До 15% кэшбэка на три выбранные категории трат. Дарите своим любимым и себе любимым больше подарков. Детка-геймер, привет! 20% кэшбэка вы получаете за покупку игры в Steam, PSN Store, Xbox и других игровых магазинах. 15% возвращаются вам с заказов в Яндекс.Еде и Delivery Club. И 10% с покупок в App Store, Spotify, YouTube и Google Play. 1% с любых покупок по карте и до 6% годовых на счёт каждый месяц. Причём кэшбэк приходит настоящими рублями, которые можно снять в любом банкомате бесплатно, даже за границей. Вот это называется инновацией. Вы откроете для себя бесплатные переводы с карты на карту либо номеру телефона в любой банк и более выгодные покупки. Если вы вместе с нами оформите карту до 31 октября, то у вас будет бесплатное обслуживание навсегда. Вот такое точно нельзя упускать. Скорее переходите по ссылке в описании и оформляйте карту на уникальных условиях. Количество карт с космическим дизайном ограничено. Какой у тебя был самый необычный сексуальный опыт? Их было всего два. Ну, типа, я не половой гигант. И почему-то я этим горжусь, ты знаешь. Я горжусь тем, что я не трахаюсь постоянно. Всё банально. Дома на кровати, потом на кухне, в ванной, в зале. Несколько раз за ночь. Всё очень банально. Не было какого-то необычного места. При этом так интересно, что фантазия у тебя явно разогретая, яркая. Не знаю, может, когда-нибудь я это воплощу в реальность, но пока... Может быть, в будущем. Возможно, но пока я не хочу. Расскажешь потом? Конечно. Я в сторис выложу всё, отмечу, покажу. Ну, ты достаточно тщательно, мне кажется, так скрываешь свою личную жизнь. А я её не скрываю. Я просто, типа, ну, я не буду же ходить, типа, и говорить в сторис, что вот я сегодня потрахался. Открытость с аудиторией. Да, ну, типа, зачем? В общем, если бы у меня были долгие отношения... Но это невозможно скрывать долго, понимаешь? Это невозможно не показывать. Отношения не нужно скрывать. Не нужно просто слишком открыто показывать. Вот и всё. Я бы их не скрывал. Я бы, ну, типа, вот моя девушка, пожалуйста, знакомьтесь. Это там Наташа. Мы с ней живём два года, и у нас всё прекрасно. Но мне никого нет. Я ничего не скрываю. В моих сторис я постоянно дома. Я постоянно один. Я живу в маленькой студии, и там спрятаться очень тяжело. Поэтому я не могу сказать, что там я прячу кого-то под подушками, да, по шкафам. Типа откровенен со своей аудиторией. Они все знают, что я одинокий человек. Всё. У меня в жизни был период, когда я три года ни с кем не встречалась. Безусловно, у меня были пассии, краши. Но вот никого не было рядом. Не было секса, соответственно. Да, ну, просто там кто-то нравился. Как справляться с периодом одиночества? Никогда, мне кажется, не нужно забывать о том, что ты всегда внутри ребёнок. Меня это вытащило и отвлекло, наверное, вот от этого. Я включил режим ребёнка. Начал собирать игрушки, смотреть мультики, сериалы, читать книжки, рисовать по номерам. Меня спасал Инстаграм, меня спасал ТикТок. И я просто вот... Я ребёнок. Я никому не говорю, сколько мне лет. Все спрашивают, сколько мне лет. Я говорю, мне 17-18. Типа, а мне уже, блядь, 25. Скоро 30. Ебать. Вот. Типа, меня вот это отвлекло. Чтение книжек, моё поведение, ведение себя как дурачка. Ну, в пределах разумного, конечно. Это классно, что ты тоже открыто об этом говоришь. И это, на самом деле, приём в психологии. Многие взрослые это осуждают. И, в принципе, даже общество часто так смотрит. Типа, что ты, лего пойдёшь собирать в 25? Очень принастраивает. Ну, вот смотри, как говорил мой краш всей моей жизни, Алла Борисовна Пугачёва. Лучше я буду везде как дурочка. И они будут говорить, боже, такая дура, а делает такую музыку. Чем я буду умной, и все будут говорить, боже, такая умная, делает такую идиотскую музыку. Я вот придерживаюсь правил Аллы Борисовны Пугачёва, потому что это гениальная фраза. Я лучше буду дебилом, но все будут говорить, боже, какой молодец. И тут снял, и там выступил, и песни пишет, и книжки читает. Чем я буду сидеть и говорить, а вот вы знаете, да, а вот так. И все будут говорить, ну, дебил. Вот как-то так. А ты считаешь себя одиноким человеком? Одиноким человеком? Да, я иногда плачу. Да. Да, я слушаю Беля, и лишь у меня накатывают слезы определенный трек. Прикинь, да. Понимаю. А когда мне прям пипец как хочется порыдать, я включаю музыку из хатика. Это уже просто какой-то мазохизм. Да, и я специально сижу вот так вот. Конечно, бывает такое, что я чувствую себя одиноким, и у меня хочется там все и сразу. Но потом я беру себя в руки и понимаю, что, чувак, ну, ты сам выбрал этот путь, наверное, эту дорогу. Ты сам везде ходишь и говоришь, что если ставить на чашу весов семью, отношения, жизнь и карьеру, вот семья, а вот твоя карьера, работа, и давай двигайся дальше. Я, наверное, настолько устал кого-то к себе подпускать, и вот это недоверие к людям, что я просто становлюсь черствым человеком, и я внутри так пуст, мне кажется. Хотя самые близкие в моей жизни люди, мой лучший друг Алан, мне говорит, я не чувствую тебя пустым человеком, зачем ты так о себе говоришь. А вот я внутри ничего не чувствую. Я, наверное, просто не хочу никого к себе подпускать. Но ты это осознаешь. Да, конечно. Это не принципиальный мой выбор, знаешь. Это просто вот я не хочу. Зачем меня заставлять? Иной раз, типа, мне туда срут и не смывают после себя. Ну, камон, ребят, черкаши после себя, надо смывать. И проходиться ёршиком желательно. Вот, поэтому я не хочу. Сколько можно уже? Не знаю. Вот. Но я верю всё равно, что найдётся человек, с которого я скажу, офигеть, вот всё моё и никому не отдам. Так же этот человек скажет, моё и никому не отдам, он будет рядом всегда. Да. Ну, это должен быть человек с таким же внутренним наполнением, как у тебя. Возможно. Чтобы он тоже отдавал много. Возможно. И мне кажется, после таких как раз периодов одиночества случается... Вот мы как цветочек расцветаем потом. Ну да. И все самые красивые истории. Возможно. Ну, посмотрим. У нас небольшая пауза, потому что я теперь стала интегрировать опрос наших замечательных зрителей и подписчиков в Инстаграм. Я запостила до нашей съёмки опрос, девушки и парни изменяли ли вам. И вот мне очень интересно посмотреть на результат. Так, 33% изменяли, 67% не изменяли. Счастливчики. Да, это, конечно, нечто сложное, что надо пережить. Не понимаю этого, я никогда не пойму мотив измены. Просто потрахаться? Ты знаешь, нет, но ты же сказал, что, допустим, в твоей ситуации, у меня тоже была ситуация, могу там попозже о ней рассказать, в твоей ситуации ты сказал, что девушки не хватало, да? Это я так думаю. Но я всё равно не понимаю этот мотив. Так, наверное, это и был тот мотив внутренний. А поговорить, сказать... А вот это уже другое, это не все умеют, не все коммуникабельно. Поэтому я не понимаю измену, я это никогда не прощу, не приму. Никогда. Вообще. Камон, ребят. Вот если мы вместе, значит, мы вместе. А если ты хочешь просто трахаться, ты разворачиваешься и идёшь и трахаешься. Всё. Слушай, ну это же часто как эмоциональное заявление хотят сделать, что, там, не знаю, ты не уделяешь мне достаточно внимания, или ты меня обидел. Ну, скажи об этом. А иногда не работает. Когда говорят, разойдитесь. Но вот так делать не нужно. Ты знаешь, я согласна, что так делать не нужно. Я полностью разделяю твою позицию. Просто, честно, чем старше становишься, тем больше узнаёшь каких-то историй, замужных пар и прочее. Боже мой, какие там недры событий, происходящие. Пять любовников, шесть бывших мужей. Как вот это вот всё между собой. Это правда. И все же чем-то руководствуются, понимаешь? У всех есть козырные тузы в рукавах. У всех есть оправдания. Почему, что, как, чего. Пожалуйста. Я хочу быть ребёнком всегда. Понимаю тебя. Напишите нам, можно ли аргументировать как-то измену. Пожалуйста. Да. Ты как-то рассказывал, что не ознакомишься в интернете, потому что априори знаешь, чего от тебя хотят. И почему хотят познакомиться. Что ты имеешь в виду? Что охотятся за твоей популярностью? Ну, во-первых, я не считаю, что у меня там есть какая-то популярность. Я не... Действительно. Я не... Нет, послушай, если сравнивать меня там с кем-то ещё из актуалочек, то я вот где-то внизу. И я это прекрасно понимаю. Потому что, ну, камон. Просто действительно я понимаю, для чего со мной знакомятся люди. То есть они мне пишут, блин, ты классный, давай попьём кофе. Окей, у меня был опыт в этом. И я ходил пить кофе. Всё время, пока мы пили кофе, было вот это. Ну, далеко не все же так делают? Все. Ну, не все, Рома. Все. С кем я ходил пить кофе, делали так. Все. Я сижу, просто где-то отвлекаюсь. Она меня сидит, снимает из-под тяжка, и я это вижу. И потом, когда мы расходимся, она ещё выкладывает, отмечает меня. И пишет, вот с кем я пью кофе, осмотрите. Это как потенциальная девушка была. Нет, это просто была... Девочка написала в директ мне, пойдём попьём кофе. Я смотрю, симпатичная девочка, пойдём попьём кофе. Подожди, симпатичная девушка, почему не потенциальная девушка? Просто, типа, не знаю, тебе делать было нечего? Но мне просто было интересно пойти пообщаться. Мне было скучно дома, и, типа, может быть, что-то бы и было. Ничего бы не было, потому что я потом увидел отметку в сторис, и вот это дерьмо, и это было неоднократно, поэтому... Это неприятно. Ну, да. Ты знаешь, Ром, ну, честно, у меня как-то был опыт, я впервые в жизни решила один раз переспать с человеком, вот просто, типа, знаешь, да ладно, что там, мы один раз живём. И я помню, как мы заканчиваем, он поворачивается и говорит, а давай сфоткаемся в постели. И вот то, что ты говоришь, что, ну, да, снимали в кафе там, знаешь, что все хотят вот этой популярности. Не знаю, я продолжаю верить в людей. Я вот общаюсь совершенно спокойно, могу там с кем-то встретиться, пообщаться. Не верю вообще, я не верю в людей, и у меня пропала вера в людей в принципе. И даже когда там я с кем-то иду спать, боже, я как шлюха. Ну, в общем, пока... Юля, я проститутка с 16 лет. Да, я проститутка с 16 лет, 50 рублей. Вот, и пока там идёт процесс подготовления, да, там душ, не душ, я обсматриваю всю квартиру, не стоят ли где-то скрытые телефоны, знаешь. Ты тоже. Потому что нахрен. Я тоже. Капец, какие мы с тобой вообще параноики. Мою пипирку не должен видеть ни один интернет, никогда. А ты знаешь, я помню, когда... Ну, я просто из видеоблогерской тусовки максимальной, я помню, когда был самый-самый пик, могли, допустим, в торговом центре, в туалете взять селфи-стик и попробовать под... Просто ужас какой-то. Это ужасно, да. Да, да, ещё раз, да. Вот, нет. Я даже дикпики никому не отправлял, никогда. Максимум, что я мог отправлять, это вот так, без головы, в трусиках. Ну, было понятно, почему я, потому что у меня татуировка на руке. Типа вот так максимум я мог сфоткаться. Просто в трусиках, не со стояком. Это важно. А если без татушек, без лица, то почему бы не без трусиков? Кажется, мои бидоны узнают из тысячи. Мне кажется, это весело, это классно тоже. Это так, знаешь, в ноте. Письку отправлять? Ну да. Не, ну подожди, ну я же всё-таки женщина, поэтому... Я же отправляла. Не, ну... Ты отправляла письку? Было дело. Да? Да, ну... Было дело. Я вот не отправлял. Не знаю, мне кажется, это весело. Пока это в интернете не появляется, у меня появилось. У тебя появлялась? Да. Да. Офигеть. Мне кажется, как-то всем по барабану было или была шумиха? Нет, знаешь, была шумиха, потому что мне было 17, и это было в паблике ВКонтакте, и никак это вообще юридически не защищалось. В ВКонтакте же тогда было прям популярно-популярно. Да, 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 да. На самом деле, ты как-то на это потом смотришь, потому что, ну да, это было плохое решение, ну да, немного стыдно, но зато потом ты становишься сильнее, что сейчас я, знаешь, могу спокойно фотографироваться абсолютно в любом виде и понимать, что ну если что-то, куда-то, ну ничего страшного, у всех нас это есть. Потому что все сейчас понимают, что это абсолютно нормально отправить кому-то писку, но я не хочу никому отправлять свою писку. Ну и правильно, будешь в безопасности. Да, она мне страшная, некрасивая и не огромная. Дорогой, перестань. Я тебе потом покажу. Популярность это сексуально? Не знаю. А как может быть популярность сексуальна? Вот раз охотятся за популярными людьми, хотят с ними сказать, боже, ты сейчас так сидишь смешно. Когда хотят с популярными людьми познакомиться, переспать. Нет, это не сексуально, это как-то... Ну что их вылечет, понимаешь, вот популярность. У тебя было когда-нибудь такое, что тебя влекло к человеку именно из-за популярности? Никогда, Саш, не было такого, никогда. Я за личное пространство человека, всегда. И когда мое личное пространство нарушает, меня это бесит. Я не показываю этого, я говорю, да, конечно, но меня это бесит. Поэтому нет, популярность это не сексуально. Как ты относишься к разнице в росте между партнерами? Я всегда везде говорю, что мне нравятся компактные девочки, рост метр шестьдесят пять, темноволосые. Я не знаю, они такие классные. Подхожу, я сто шестьдесят два. Да, это темненькая такая... Кто-то шатенка? Да. Вот. Типа, это классно, я не знаю. Ну, мне не нравятся супервысокие девушки. Сейчас я никого не хочу обидеть, но просто... Ну, я не говорю, что изгнать их из жизни, из земли высоких девушек. Нет, просто вот, ну, не мой формат. Ну, типа, ну, не мое. Мне нравятся вот компактные девочки. Маленькие, невысокие, классные такие прям. Кто-то любит больших лошадей, а я люблю пони. Вот мне нравятся пони. Понимаете? Ну, вот как-то так. Нет, так мило. А как живет Тимати, как ты думаешь? Нет, ну, просто... На табуретке. Мне кажется, это хороший пример. Мужчина, который невысокого роста, при этом все его женщины очень высокие. Ну, не знаю. Ну, молодец, Тимати. Может, в этом что-то есть, что мы с тобой не пробовали еще? Возможно. Возможно. Не знаю. Ну, я не знаю. Нормально. Но мне нравятся невысокие. Может ли быть секс между полным и худым? Абсолютно. Да. Почему нет? Кто-то обращает внимание на лишний вес сейчас? Ты знаешь, многие. Да? Я рада, что ты не обращаешь внимания. Я тоже не обращаю. Но многие. Послушайте, ну, раз уж мы затронули эту тему, я по себе говорю, я не качок, у меня нерельефное тело, и я всегда хожу в оверсайзе. У меня висячие сиськи, да, первого размера. У меня торчащие бока, как у жади, я могу танец с мячом танцевать. У меня живот. Я могу это исправить спортом, диетами. Я всю жизнь сижу на диетах, как бы, да? И только сейчас я сижу уже достаточно долго на диете, бесперерывно. И это помогает, и спорт. Но есть люди, которые, к сожалению, не могут похудеть. По определенному ряду причин. Не потому, что они не могут остановиться есть, а потому, что они вот не могут из-за болезни похудеть. Да, по гормональным причинам. Гормональный сбой, щитовидка, гормоны, все, что угодно. И шеймить человека за это не круто. Но мы же все люди, и мы все испытываем чувства. Мы все имеем право на любовь. Поэтому секс между худым и полным, между худой и полным, между худым и худым. Я сейчас говорю полностью о любви. А в принципе, почему нет? Мы же люди, блин, все одинаковые. У нас одинакового цвета кровь. Мы так же передвигаемся, мы говорим. Кто-то не говорит, кто-то видит, кто-то не видит. Но мы все, черт возьми, люди. И у нас у всех есть чувства, которые можно ранить, либо которые можно полить медом и жить в радости. Слушай, но я так понимаю, что ты в какой-то момент в своей жизни очень сильно сбросил вес. Да. Правильно? Да. Вот до этого, когда ты был более полным, у тебя было ощущение, что ты непривлекателен для себя, для других? Конечно. В первую очередь, я был непривлекательным для себя. Во вторую очередь, мне было некомфортно жить в плане здоровья. И я худел не потому, что я считал, что я жирный, у меня были комплексы, они были. Мне кажется, что все меня считают жирным. И вот это, вот это, вот это. Это здоровье. Я чувствовал свою печень. Она была огромных размеров. И мне это не устраивало. У меня были одышки, аритмия третьей степени, одышка. Я говорил уже про одышку, да? Говорил. Ну, типа, болели легкие. То есть, мне было тяжело жить. Соответственно, я сел на диету. Первый раз, не получилось. Потом еще, 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 еще. И вот уже полтора года я сижу на правильном питании, меня прекрасно все устраивает. Плюс я добавляю спорт. И все хорошо. Какой ты молодец. Спасибо. Но вот это стремление было из-за здоровья. Не потому что... Во вторую очередь. В первую очередь не привлекал... Я себе не нравился. Мне казалось, что это не я. Меня обманывают. Я не хочу смотреть в зеркало, где неправдоподобная картинка. А почему неправдоподобная? Это же ты, и можно было просто себя принять. Потому что я не хотел быть таким. Ну, вот я не хочу таким быть. И я уверен, что люди и девочки, которые говорят, что мое тело, как бы, да? Я говорю про полных людей. Я принимаю себя таким, какой я есть. А я вот считаю, что... Ну, мне кажется, что они не принимают себя такими, какие они есть. И они просто не хотят об этом говорить. Я не против этого всего. Пожалуйста, говорите об этом, кричите об этом. Вы молодцы. Это нужно быть смелым человеком, чтобы об этом так говорить. И это нужно быть большим человеком, сильным, чтобы грамотно это скрывать. Вот эту фразу, что я себя не привлекаю. Поэтому я не могу сказать, что... И я принимаю себя таким, какой я есть. Нет, я себя таким не принимаю. Но это возможно. Да, вот опять же вернемся, что человек полный... Принять себя таким, какой ты есть? Что вот человек полный, человек худой, да? И что вот между ними может быть там безбашенный секс. Да, конечно. Просто человек должен себя принять. Не то, что принять. Как ты имеешь в виду принять? Но ты сказал, что ты был не готов, да? Что ты не нравился себе в отражении. Соответственно, ты себя не принимал. А знаешь почему? Потому что мне казалось, что передо мной стоит суперленивый человек, и я не хотел быть ленивым человеком. Я бросил себе вызов. Я люблю бросать вызов. И мне кажется, что в принципе вся наша жизнь это квест. Мы проходим квест. Это большой вызов. Я не хотел свыкаться с тем, что я ленивый человек, и я могу из себя что-то сделать. Есть люди, которые не могут себе так сделать. Поэтому они оставляют это. Но ты понимаешь, что когда у таких людей появляется любимый человек, они в любом случае меняются. Ну да. Вот, поэтому между полными людьми и худыми людьми есть любовь, секс, жесткий трах, и все вот это вместе. Слушай, мой молодой человек американец с индийскими корнями. И меня данная история очень привлекает. И внешне, и энергетически. Я вот поняла для себя в какой-то момент, что да, прикольно. Мне было бы интересно переспать с человеком совсем другой национальности, да, или там с другого конца света. Тебе когда-нибудь хотелось получить сексуальный опыт провести вечер в компании от человека с экзотической внешностью? Там афроамериканки, например. Серьезно? Вообще нет. Ну, я, ты знаешь, я из тех людей, которые, типа, вот мне принесли пюре с котлетами, а котлета не свинина, и с говядиной. Я такой, ну, это из разряда того, что мне какой человек встретится, я с ним и пересплю. То есть мне не важно. У меня нет мечтаний переспать с латиноамериканкой. У меня нет мечтаний переспать с афроамериканкой, с девочкой из Амстердама, да, с немкой. Такого нет. У меня есть желание, чем длиннее прелюдия, тем круче. Мне просто хочется долго сосаться в кровати, знаешь, и все это делать медленно. Это такая редкость. Да, я это обожаю. И все. А с кем это будет? Ну, типа, какая национальность? Как интересно. Вообще бы барабану. Не было никогда таких фантазий, мыслей. Какие мы все разные. Я такой банальный ужас. Ну, ладно. Нет, я так не считаю. Я, кстати, хочу сказать, часто отзываешься о себе в негативном ключе. Всегда. Мне кажется, ты этого не заслуживаешь. Прости, минутка психологии. Давай. Ты такой прекрасный, да, харизматичный человек. Спасибо. Ты даже не знаю, на камеру, не на камеру, но правда, что вот ты прошелся по карьере немножко, по телу, по всему. Ты очень красивый мужчина, классный вообще. У слов всегда есть нагрузка. Спасибо, но я не могу, ну, типа, я не поощряю себя. Почему? Ты знаешь, я боюсь, что со мной произойдет то же самое, что и происходит с большинством наших коллег с тобой. Люди начинают понимать, что они классные, и на них ставится крест, они не развиваются дальше. Я так не хочу. Вот я подхожу к зеркалу и говорю, так, чувак, надо еще много над собой работать. И я иду в зал. Ну, можно же работать, но это же не значит, что ты плохой. Не, не говорю, что я плохой. Просто обойдешься без комплиментов. Блин, ну как? Ну, это же приятно. Вспомни, я люблю отдавать, а не принимать, поэтому вот... Отдавать себе тоже надо. Не могу пока что. Ну, вот. Пока я не стану секси-качилой. Да ты и так секси, что ты? Ну, я не качила. Да кому нужны качилы? Саша, я недавно принимал душ, а у меня душ стоит напротив зеркала. И я такой, типа, поворачиваюсь с голой задницей и как бы в себя ее втягиваю вот так. Я словил такой триггер. У меня жопа, как бабкин подбородочек. Вот такая прям стала. И я такой, боже. Подбородочек, это я даже не представляю себе. Это как? Ну, вот представь, бабкин подбородочек после гелоуронки. Бабкин подбородочек. Бабкин подбородочек после гелоуронки. И она такая маленькая, ужасная, мерзкая жопа. И я так смотрю и думаю, чувак, ноу. Ты должен сделать все что-нибудь, чтобы у тебя была нормальная задница. Поэтому вот я не могу себе делать комплименты. Ты преувеличиваешь. Наоборот. Все, ладно, мы не договоримся. Да. Ром, откуда появились слухи, что ты гей? Тебя это обижает? Нет, я привык. Ну, посмотри, как я себя веду. Это я. Я ничего с этим не сделаю. Я не буду это как-то менять. Ребята, привыкните к этому уже. Я не хочу это в себе менять, потому что, если я буду с тобой вот так разговаривать... Сука, я все равно говорю как пидор. Ну, типа, если я буду с тобой говорить серьезно и буду вот так вот сидеть, да, типа как вот я Хюрем, да, а я Роман Александрович. Ой, как прикольно. Вот. Это не интересно, это не харизматично, это не круто. Я такой человек, и меня пытались исправлять мое близкое окружение. Меня пытались воспитывать и корректировать мою речь, потому что я прихожу в заведение куда-то, да, там в ресторан, в кафе. Я не прихожу. Да, здравствуйте. Приветики, давайте похаваем, типа, да. Я такой человек. И меня не обижают, когда меня называют геем, пидором, да. Ребят, пока вы не скинете, не сольете в интернет видео, где меня друт 800 человек в очко, вот тогда поговорим. Я себя так веду, потому что я хочу себя так вести. Мне так комфортно, понимаешь? Вот и все. Это круто. Наверное. Опять же, открытость, и каждый должен вести себя так, как он хочет, как ему комфортно. Да, пожалуйста. Мне, ну, меня это не обижает. Ни в коем случае. Вы можете называть меня как угодно. На здоровье. Но когда вы познакомитесь со мной лично, вы убедитесь в обратном, что, боже, как же вы были неправы. Вот и все. А как этим слухом относятся твои родственники? У вас ведь кавказские корни. Ой, мама поначалу как-то вот ее, когда я еще жил в своем родном городе, ее немножко прям подбешивало, что я там висок себе сбрил, знаешь. Ну, типа, раньше это было модно, что я там надевал по 500 колец на руку, и мне это нравилось. И она мне все время говорила, с тобой ни один армянин общаться не будет. Вот тебе нужно дружить с армянской компанией. Ты постоянно с девочками общаешься. Ходи гулять с мальчиками. Блядь, мне неинтересно было тогда, понимаешь? Мне нравилось вот быть в окружении девочек, потому что девочек много, а я один. И я чувствовал себя альфа-самцом. Но мама почему-то и другие думали, что я там с ними вот так вот, типа, «М-м-м, пойдем пить просеку вместе!» Знаешь, типа, из разряда. А я нет, у меня был... Просеку когда? В школе просеку? Да. За домом культуры пить просеку с клубничкой. Ага. Вот. И тогда, конечно, мама триггерила жестко, что я вот себя так веду, что в КВН я играю только телочек, я могу надеть платье на КВН, выйти на сцену на каблуках, типа, знаешь, но... И ты такой, типа, «Камон! Это КВН, мы артисты!» Говорил я себе в 13 лет. «Мы творческие личности!» Это театр! В театре все могут выходить в чем угодно! Ну, вот. Тогда она это воспринималась так. «Сейчас?» «Ноу!» Типа, «Все ок, все супер!» А люди как бы, как называли меня геем, так и называют. Ну, типа, «Ок, хорошо, давайте обсудим!» «Гей и...» «Что?» Ну, вот настолько мы живем в нетолерантном стране, что вы реально до сих пор кринжуете от того, что там человек гей или лесбиянка или бессексуал? Вы серьезно? Ребята, вас никто не шеймит за то, что вы натуралы, там, мы натуралы, да? Вам никто не говорит, что «фу, ты видел, он с девочкой за руку идет!» А это ведь действительно так, что нет шейминга по отношению к гетеросексуальным парам. А почему? Ну, слушайте, геи не собирают... Потому что так это приветствует общество, а другую сексуальную раскрепощенность общество не приветствует. Окей, хорошо, да почему тогда геи не собираются в огромной компании и не записывают в интернете видео о том, что «Вы видели, Рома Каграманов, натурал, спит с девочками? Фу!» И мне там, почему они не пишут под фоткой молодой пары, которая там женилась? Фу, натуралы! Потому что, сука, они воспитанные люди. И это любовь во всех ее проявлениях. Ну, так случилось, так произошло. Люди любят свой пол. Девочки могут любить девочек. Мальчики, сука, я плююсь, у меня летят козявки. Если я сейчас обосусь, я обосрусь. Все хорошо. Потому что меня это бесит. Потому что люди тупые, которые шеймят настолько вот эту обычную тему. Я не придаю этой теме какого-то огромного значения, потому что это нормально. Для меня та же самая любовь. Вот и все. Для меня тоже. Я даже в какой-то момент, несколько лет назад, поняла, что я бы хотела как-нибудь попробовать, знаешь, со своим полом, с девушкой. Это было бы интересно. Ты знаешь, мне кажется, что все девушки пробовали с девушкой. Нет, не все. Хотя бы просто целоваться. Ну, слушай, ты не целовалась с девушкой? Нет, нет. Я целовался. Ну, или, знаешь, как-то по случайности, ну, вот так, чтобы прямо в моменте. Ну, мне кажется, ты еще успеешь. Я надеюсь. А тебя когда-нибудь влекло к собственному полу? Нет. Абсолютно. Но когда я снимался в сериале и играл чувака «Мальчик-зайчик», в какой-то момент ты же настолько в роль вживаешься, потому что мы постоянно находились на площадке, и я в какой-то момент, типа, уже мог там голову на плечо положить, знаешь, в перерыве. И мы так голову поднимаем друг на друга. Нет, 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 нет. А так, ну, меня не влекло никогда к своему полу. Я не знаю, я как-то не задумывался по этому поводу. Сейчас задумался. Вот если бы ты не сказала. Да, да. Сейчас задумался. Для меня это было сюрпризом. Я достаточно консервативной всегда была в этом плане. А потом так бац. Ничего себе. Вау. А жизнь-то такая бывает. А мне кажется, это такой нормальный экспириенс. Мне тоже. Я не знаю, прям вполне в порядке вещей. Поэтому «Ле» — любовь во всех ее проявлениях. Если меня спросят, ты поддерживаешь однополые браки? Я скажу «Да», я поддерживаю однополые браки. Если меня спросят, ты поддерживаешь, что вот мужчина спит с мужчиной? Я скажу «Да», потому что это, блядь, любовь. Ну, блядь, ну ничего ты с этим не сделаешь. Ты это никак не исправишь. А у ебаных, которые говорят, что это болезнь, нужно просто посылать на три веселые буквы. И, к сожалению, это не КВН. Конечно. Тем более, если это кто-то категоризирует как болезнь, это вообще ужасно. Это прошлый век. И любовь есть любовь. Да. Тоже всегда это говорю. Слушай, ну про поддержку. Вот я хотела, чтобы мы с тобой обсудили такую тему. Как ты относишься к каминг-аутам? Вот я считаю, что если бы больше звезд нашей эстрады были открыты в своей ориентации, это помогло бы ЛГБТ-комьюнити в России чувствовать себя более безопасно. Ты как считаешь? Ой, надо подумать, Саш. Совершать каминг-аут родителям, допустим, мы сейчас будем говорить про популярных, да, артистов? Больших, да, селебритов. А вот как ты думаешь, как станет легче другим людям, если, допустим, там какой-то артист признается на всю страну, что он гей или лесбиянка? Очень легко, потому что это большой авторитет для многих людей, для девочек, для мальчиков, неважно. И они будут видеть, что можно быть абсолютно собой, не стесняясь рамок общества. Ну, если это действительно так, если это действительно помогает ЛГБТ-комьюнити как-то внутри успокоиться, знаешь, почувствуй поддержку, то я только за. Я только за. Да и, ну, все живут и так, б***ь, видят, кто есть кто. Ну, ну, типа никто и далеко не скрывает, кто есть кто на самом деле. Но я считаю, что да, каминг-аут не то, что нужно совершать, это дело каждого человека. Но то, что ущемляют людей, которые относятся к ЛГБТ-комьюнити, это ужасно. Когда начинают предъявлять за то, что вот они пропагандируют это, они специально на всеобщее обозрение. А вы не задавались вопросом, почему они это делают? Потому что вы их шеймите. Они хотят просто, чтобы от них отъебались. Отъебитесь от них. Я себе всегда говорил, чтобы себя почувствовать нормальным человеком, ну, в плане не ебать на голову, нужно от себя отъебаться. Не придираться к себе и не придираться к людям. Просто будь спокоен, живи и делай свое любимое дело. Также и здесь отъебись от этих людей и дайте им просто глоток свежего воздуха. Все. Они никак не влияют на ваших детей. И когда у ебать и у ебать пишут в комментариях, что Даня Милохин хреново влияет на их детей, хреново влияете вы на своих детей, которых вы не воспитываете. А Даня Милохин просто открывает рот под музыку и ничего не делает. Все. У меня руки трясутся, как будто я бухал всю ночь. Я настолько люблю Даню Милохина, что я готов с пеной у рта его защищать. Это важная тема. Я понимаю прекрасно. Отстаньте от ребят. Дайте им жить просто. Пусть они живут, любят друг друга и отстаньте от них. Я прошу вас. Отстаньте от них, пожалуйста. Они никому ничего плохого не делают. Они такие же люди, как и все мы. И мы почему-то разделяем людей на фракции. Мы что, в дивергенте живем? Или у нас голодные игры начались? У нас сегрегация, да. ЛГБТ, темные, темнокожие, спортсмены, это, 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 тиктокеры. Ребят, вы что? Нет, подожди, тиктокеры, не надо, не надо. Есть тиктокеры, есть все остальные. В смысле? Ну как? Не понимаю. Это разделение профессиональное. Я поддерживаю любовь. Я тоже. Супер. Рома, мой последний вопрос. Давай. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Нет. Не банальный, да, такой ответ? Ты ожидала такая, сейчас скажу, да, я верю в любовь. Нет. Ты знаешь, у нас просто получается такое грустное разделение, что все мужчины сразу говорят просто с лету нет, а девушки все всегда говорят, да, я верю, у меня было. Я у меня, я тебе просто объясню, почему. У меня один раз было такое, что вот я увидел человека, и я такой, это любовь с первого взгляда. Почему? Потому что у меня внутри начало что-то происходить невероятное, и оно прям наполнялось, наполнялось, и я думаю, что вот оно, это бабочки в животе, и это называется любовь с первого взгляда. А этот симптом означает, что человек, которого вы видите, не подходит вашему типу. И так и произошло. А вдруг это изменится? Ну давай мы не будем грустить под конец. Давай. Ну вот, ну оставим такую возможность на будущее. Давай. Так, еще один опрос, который я закидывала к себе в сторис. Я спросила у зрителей, слушателей, подписчиков, хотели бы вы когда-нибудь переспать с человеком с другой конца земли? 54% ответили, что да. Да, прикинь. Ну, слушай, я не знаю, я просто к этому отношусь. Мы редко видим что-то сложно досягаемое. И вот, ну я смотрю каждый раз на своего молодого человека и думаю, блин, какой ты красавец. Вот нет у нас таких в тату длинноволосых, темненьких, прям вообще. Ну, он просто такой шоколадный. Я видел, я видел. Да, и, не знаю, меня это очень привлекает. 54% ответили, что да, хотели бы, и 46% ответили, что нет. Вот. Вот так вот. Рома, у меня есть для тебя одна игра. Называется «Переспать, убить, жениться». Угу, давай. Ты наверняка слышу. Вот нужно будет выбрать, что ты хотел бы сделать с каждым из персонажей, которых я озвучу. Давай, озвучу. Ты готов? Да. Настя Ивлеева, Сергей Лазарев или Даня Милохин. Что мне с ними сделать? Да. Убить, переспать, жениться. Женился бы я на Дане Милохине. Прям, серьезно? Да. Переспал бы я с Ивлеевой. Сереж, прости. Убил бы Сережу? Нет. Но я не хочу переспать с Сергеем Лазаревым. Ага. Да. Но Настя очень сексуальная девушка. Безумно. Это понятно. Безумно. Так, Катя Клэп, Эльдар Джарахов, Ида Галич. Жениться на Кате Клэп, переспать с Идой Галич, убить Джарахова. Эльдар, прости. Либо я, либо диабет это сделает. Как бы. Тут два варианта. Ой. Я люблю Джарахова. Обожаю. Клянусь. Я тоже его очень люблю. Он знает, какое у меня чувство юмора, поэтому все нормально. Миногарова, Екатерина Варнава и Валерий Леонтьев. Так, жениться на Кате Варнаве, переспать с Миногаровой. Ну, мы как бы два краснодарских человека, должны поддерживать друг друга. Ну, придется убить Валерия Леонтьева. О, нет. Будем жить без ананасного сока на жареном песке. Будем скучать. Друзья, спасибо, что были с нами. Смотрели лавкас на моем YouTube-канале и слушали его на подкаст-платформах Яндекс.Музыки, Apple.Музыки. Тоже Spotify. Все подобных платформах. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм Ромы. Он будет в описании к этому видео. Мы с вами потихоньку прощаемся. По традиции, естественно, сфотографируемся с Ромой на фотоаппарат новинной печати. Подпишем его и разыграем рандомно среди комментариев. Все, что вам нужно сделать, это написать комментарий под этим видео и через неделю в моем комьюнити на YouTube ждать объявления результата. Напишите в комментариях, кем вы бы хотели увидеть следующего гостя. Наслаждайтесь жизнью, любите, обнимайте. Все, что из этого дальше вытекает. И мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.